Друзья мои, на сегодня 17 марта, еще один такой небольшой, маленький совет хочу дать. Мне как раз в ютубе Мартин написал, вот одной парой голубя-то выпрыгивает, месяца два-три начинает доплыть, готовилась. Ну если помните мне вот эта пара, я показывал, вот отец сидит, вот отец, в общем, ну мать я сейчас перекинул туда голубку, перекинул туда перепаровать, я сейчас перепару его с перышейкой. У этого голубя раньше была голубка, вон она сейчас на яйца сидит, именно здесь, такая чернохостая шея. Потом на 9 мая, когда ее не было, она там через пару месяцев, по-моему, прилетела, я его паровал с чернохостой, еще и другой, с дочкой перышейки. Четыре вывода мне дали, вот считайте, ну где-то с июня месяца, четыре вывода дали, все убрал. Первый пескун в гнезде не активно, ну сколько раз я уже показывал, состояние птенцов, они не стандартные, стабильные. Да, и это я не чужие, не любят, не снимаю, не монтирую, где-то там, все это все здесь. Значит, птенцы вот вышли, последняя даже вот эту голубку, которая была в паре уже с копейным голубком, снесла яйцом, я ее тоже убрал. Она летала, била, покрывала, всю зиму ходила, но все равно я чувствовал, что это не то, вот есть такое понятие, что чем-то должна быть у наших голубятников. Ну, что-то не то, я ее убрал, убрал и успокоился. От этого житового, предыдущего, в этот, ну дочку у него, вот тут с красной шеей там парень, зуб порванный, как бы галобка прилетела. Ну, я показывал, она даже швы есть, а не сгалобка прилетит, ну, может на улице, я еще не знаю. А, вот она, действительно, я еще даже швы не снимал, надо сейчас опять эти дочки. Ну, совершенно другая, даже вот, ну, обратите внимание, по походке, по состоянию, по натянутости, хотя сегодня девяносто процентов влажности, птица должна себя чувствовать отвратительно. То есть, во время влажной погоды птица начинает чахнуть, они не переваривают влагу. Я показывал, это вот результаты имбридинга, я объяснял который раз там, скорее всего, либо вот этот голубик, либо там отец его, либо брат, либо кто-то там перетоптал к матери вот этой голубки. Кстати, к матери этой голубки вот эта таперая шейка есть, он сейчас парит с ее матерью. В общем, они прямо четко сразу же пошли парой, видите, у нее голубь вон, в общем, она сразу же пошла парой. Ну, скорее всего, она, в общем, эту голубку родила вот от этого, да, там, снесла яйцо, вот покрылась вот этим. Поэтому ей голубь вот такой. Понимаете, вот у нас часто говорят, имбридинг, если чего делается имбридинг. Есть два летных голубя, дали вам двух летных птенцов, хороших птенцов. Вы берете этих птенцов, порвите, вы получаете, ну, либо никакое, либо одного там получите очень сильного летного голубя. В общем, потому что у обоих там летный ген совпадает, и летное качество в этом пескуне становится в разы большее. Но при этом этот голубенок теряет мозги и иммунитет, потому что в этом организме, кроме вот этих хороших генов, существуют еще и плохие гены. То есть вы как увеличиваете два хороших гена, так же вы преувеличиваете в организме, увеличиваете в организме и два плохих гена. Так что, не знаю, есть смысл. Ну, не думаю, что там, если голубь летит шесть часов или голубь летит восемь часов, вот эта два часа разница стоит, что вот этот голубь будет процентов восемьдесят болеть и быть тупым абсолютно пропадет. Ну, опять же, выбор это ваш. В общем, теперь я по другой паре хочу показывать. Ну, помните, вот там черный голубь сидит. Вот там сейчас на яйцах сидит. Вот там голубь его чинка сидит. Вон там внизу птенец. Его птенец. Красное кольцо. На нем другой птенец. Вот одногнездка. Вот этого вот он. Вот так вот. Это одногнездки. Таких птенцов я очень быстро убираю. Я его специально оставил для вас. То есть показываю, что все равно ничего хорошего. Если вы мои ролики смотрите, я в последнее время частенько про этого пескуна показываю и говорю, что толка все равно всего. Никакого не будет. Абсолютно никакого. Это одногнездки. Вот один. Это будет, наверное, голубь. Вот. Красное кольцо на ноге. Он даже выпушил. Он и до крыши долетит сейчас. Так. И второй. Ну никакой он абсолютно. Видите, даже не убегает. Вот он. Ну дохляк. Абсолютно дохляк. Все упал. Можно его покормить. Он сейчас будет там, да, наберет вес и будет здоровым. Понимаете, друзья мои. Ну веса наберет. Умарка он все равно не наберет. Здоровье-то все равно она не наберет. Ну очень много такие полные ребята, но которые нездоровые. Полные женщины, которые нездоровые. Одной комплекте это мало о чем говорить. А отец его болел. Я показывал, когда он покрылся, спускался. Ноздры у него были сосунки, ожог был. То есть отмораживание было. Я его так далеко Миколе мазал, прошло, короче. Но этот как раз попал в тот момент. И у отца пошел хрип. После этого у отца пошел хрип. Голубь старый, ему больше десяти лет. Может быть двенадцать, короче. То есть, ну естественно, с годами иммунитет уже начинает падать, короче. Может молодые годы там, ну несколько лет тому назад ему по барабану было. Вот на сосудках, это да, на ноздрах. Вот эти сосудки там. В общем, ну на этот раз повлияло. Скорее всего, я ему тоже у него это могу. То есть, ну потому что он уже, вот посмотрел чек не проходит там или вот. Это уже хроник. То есть, есть голуби хроники. И это в основном получается когда? Когда мы голубей неправильно лечим или глушим заболевание. Вроде болезнь не ушла, но мы его не лечили. То есть, мы его глушим. И вот эти голуби потом становятся хроническими больными. Вот какие астматики, да, там хронические там. То есть, им постоянно надо будет пичкать, надо будет то. Зачем? Есть смысл? Есть лучи валян. Очень хороший валян. Для того, чтобы обезопасить все вот это. Чтобы они все вот были такими здоровыми, бодрыми там, четкими. Ну надо иметь давать жертву. Понимаете? Ну и из древней. В общем, да, из старины там, ну идет раньше, когда люди верили в богов, много богов. Да, вот они приносили, жертвоприношили там. Потом появились церкви, а там, они начали додавать свою десятую часть там. То есть, пожертвовали. В общем, все вот это было. Надо пожертвовать чем-то, чтобы добиться чего-то. Ну это закон жизни там. Ну никуда от этого не денешься. Лучше. Не надо уметь расставаться. Понимаете? Ну, нельзя. Ну, как ворковать. Маджок. Это вот этот чинь. Буквально вот недельку начал руковать. Андрюш, это вот этот вот голубенок. Он уже голубенок. Сын вот черного голубя. Ну, братья у него мраморные были, мраморные голубки. Сейчас другая чинька голубки у него. Поэтому на этот. Ну, сейчас я на паузу поставлю и покажу, что я сделаю. Потому что, ну все, уже дальше смысла не вижу. Держать, показать, что и еще хуже будет, и еще хуже будет. Ну, потому что я еще и под удар поставлю. Ну, вижу, что он не растет. Я его просто убираю. Сейчас покажу. Вот это, да? На паузу поставлю. Вот этот голубенок. Нет уже его. Следующий, скорее всего, будет вот этот желтохвостый песком. Посмотрим. Тоже. Вот он. Одногнездко четкие. Ты этот белочек какой-то. Все равно из него Суворова не выйдет. Понимаете? Ну, не бывает среди голубей Суворова. Одногнездко уже, скорее всего, на улице. Ну, едет еще только ничего. Сейчас начнут говорить. Вот эта голубка, она маленькая. Поэтому, друзья мои. Вот здесь тоже кто-то из них один голубка. Там тоже кто-то из них один голубка. Тут тоже кто-то один голубка. Ну, вообще. Там тоже. Бесторонно вот мы прыгнем туда на улице. Там тоже. Ну, почему вы здесь, везде здесь этот одинаковые? В общем, только вот в этом, да? Ну, естественно, организм слабый. Мне от них надо убираться. Понимаете? Ну, надо научиться не разводить этот трипер голубятнее. Не важно по каким голубям. Не важно. Это зараза. Это зараза. Это зараза. Не надо вот эту заразу держать голубятнее. От него только одни минусы. Ничего хорошего в этом не будет. Поэтому надо уметь расставаться. Только уметь, уметь, уметь. Вот только так. Выбирать надо там. В общем, они это. Сейчас упал на посторон. На улице. Что-то спускаться не хотят, боятся. Опаска. Сидят вон там, сидят, там сидят. Что такое летит? Что-то птичка какая-то новая прилетела к нам. Ну, погода туманная. Там есть кто наверху, нету наверху. Там не знают. Сергей Кабанов говорил, если после этого кто-нибудь скажет, что это не бой. Не перевелись, дураки. Они как были, так и останутся, дорогой мой. Вот там сегодня один пишет, говорит, это неправильный бой. Это брак боя. Голубь кругом уходит. Другой тоже, говорит, там еще несколько роликов. Ну, зато там мне это, да, обвиняют там честь и мудрость и орфографические ошибки. Ну, вот. Ну, вот, ребят, ну не обижайтесь. Родина требует героев, а не таких, как вы. Я имею в виду вот эти, которые-то, да. Ну и, пожалуйста, ну уважайте самим себя. Ну, нас не уважайте, себя хоть уважайте. Ну, не ставьте вам дуракской ситуации, да, там идиотской ситуации там. Ну, писать обо чего там, чтобы люди ржали на тважей тупости. Не знаю, но это вам честь и делать, чтобы обращали внимание. Ну, выходите, голая задница по городу, бегайте. Вот там все будут на таких обращать внимание, да, скажут. Вот очередной больной, короче. Ну, друзья мои, ну надо там, не важно каком возрасте, да там. В общем, балбес пишет, говорит, вы говорите про честь и мудрость, но вы, говорит, ошибки там. Эти мягкие знаки неправильно ставите, запятые неправильно ставите. Да баран я учился и образование получил на армянском языке. И школу закончил, и институт закончил на армянском языке. Русский язык для меня это такой же международный язык, как для тех же русских, которые живут в Америке. В общем, но, однако, я могу свои мысли это, да, там. Ну, даже если я и не могу свои мысли правильно передавать. Ну, сколько людей, которые, как этот Аушев говорил. Он говорит, если я плохо разговариваю на русском, это не говорит о том, что я плохо мыслю. То есть, ну, есть очень многие люди, которые, да, там, ну, плохо говорят, плохо выражают свои мысли. Но это не говорит, что они глупые. В общем, особенно люди с математическим уклоном вклада, ну, в общем, они вообще очень плохо разговаривают. Они очень много решают. А вот разговаривают это, да, там. Ну, поэтому, дорогие мои, ну, чуть-чуть себя уважайте. Нас не надо уважать. Себя уважайте. Не ставьте себя в уйдетское положение. Ну, это не красит. Это абсолютно тупость, там. В общем, это реально, да, там. Ну, чтобы обращали внимание. Я говорю, там, тут, ну, один-двое. Ну, сколько на моем канале, там, человек, там, почитает это. Несколько человек. А вот, вот, снимите, раздевайтесь. И голышом по городу, по центру. Миллиона людей посмотрит. Да, и что, и снимет, ютуб выложит. Вот, скажет, очередной балбис бегает голый по городу. В общем, так что, дорогие мои. В общем, будьте умными. Умными, умными. Реально умными. Неграмотными. Потому что очень часто попадаются грамотные ослы. Вот он, грамотный, но натуральный осел. Даже две слова не хочется общаться. В общем, будьте просто хорошими людьми. В общем, это будет лучше. Ладно. На этом попрошаюсь там, в принципе. Что хотел сказать, показать. И сказал, и показал. Удачи всем. Ну, друзья мои. Ну, вот это одно гнездо. Вот эту вот песку, на которую я убрал. Вот черные чубатики. Один до полочки не может залететь. А другого уже на крестовине сидит. Ну, спустились, чуть пожрали. И опять шарахнулись. Боятся спускаться на землю. Почему боятся спускаться на землю? Потому что там опасно. Очень много там ребята говорили. Говорят, там, зачем такие высокие крестовины? Голуби должны на землю спускаться. В общем, это неправильно, что голуби должны где-то, да? Там на крестовинах садятся. Друзья мои, думаю, голуби лучше знают, куда им надо спускаться. И где им безопасно. И за них решать не надо. В общем, они могут и на землю спускаться. И могут на самые высокие крестовины садятся. Смотря на сколько они понимают свою безопасность. Если птица всегда на чайку, она никогда на землю не сядет. В общем, если есть опаска, она всегда будет сидеть на том месте, где он спокойно соскочит. В общем, вот, благодаря этому, что мне копчик не берет, думаете, что там? Здесь такая же птица, как и у других. Ну, это, да, там, не золотой дырки колпак. В общем, обычно это, да? В общем, ну, просто голуби с мозгами и это, да, там. В общем, и раньше я как бы пытался там, ну, спрашивали поначалу людей. Думали, что это бакинская птица, там, типа, это там. Ну, и по сей день там пишут мне, вот, у вас есть бакинские такие там. Друзья мои, в общем, у меня нет ни одной бакинской птицы, ни одного бакинского голубя. Эта птица совершенно другая. И вот этот балбес, который написал, бра говорит, потому что на кругах. Бакинская птица, она бескружная, она как Николаевская должна быть. Это совершенно другая птица. Бакинская птица бьет на подтяжках, это на выходе с толпа. В общем, они совершенно. Это вот как ли на конце, как так ли, вот такая игра у них. Такой бой у них. У них не игра, у них именно бой. Выход, столбик, шелчок. В общем, не стоит и играет на месте. В общем, ну, я показывал, да, там. То есть, видели. При посадке могут там... По-моему, это голубь, которого я снесла. Вот этот спас, я еще ролики не выложил. Кстати, на днях выложил. В общем, запасом у меня ролики. Да, и... Вот в одноклассниках я там порядок на моей страничке навел конкретный. В общем, там никто ничего лишнего не пишет. Никто никого не хает, не обсуждает, не ругается, не это. Да, чисто вот делится. Вот были там, ну, может, там штук сто, человек сто, в общем, как хотите называть. В общем, бездельников, которые там со всеми ругались, со всеми это, там, как только отвечать нечего, на личность переходили, на то, на другое. Всех я, о, это, да. То же самое будет и в ютубе, дорогие мои. Что одноклассники, что ютуб. Понимаете, для меня что есть, что нет, один хрен. Я на этом не зарабатываю. В общем, то есть, я могу, я тысячу раз говорил, я могу просто закрыть, выкинуть и забыть про это. В общем, если кто-то там живет на этом ютубе, там, зарабатывает на нем, это, да, это не для меня. В общем, элементарно, если бы я захотел, я бы уже сто раз там заплатил кому-нибудь, там, сто, двести, триста долларов, пришли бы канал, налажили. То есть, со всеми этими, там, было бы чин-чиняром. Но мне это не интересно, эта тема. У меня другая тема, абсолютно другая тема. Я хочу среди вас найти таких же голубятников, как и я. В общем, я первоначально, в самом-самом начале, когда говорил, я говорю, ну, к сожалению, мои сыновья не захотели голубей. А потерять вот это, понимаете, не хочу. Я хочу, чтобы в чьих-то руках потом, ну, после меня, когда-нибудь мне все равно не будет, после меня в чьих-то руках эта птица оставалась. Не пропадала там за столько десятилетний мой труд, понимаете, любому, душа сюда вложена, понимаете. Ну, кто вот любитель голубей, кто истинно любит голубей, они мне поймут. Ну, а кто купи-продай, ну, что он поймет, да, там. Им интересно совершенно другое. Купить за рубль, продать за два. Вот весь его сущность, понимаете. Поэтому, даже вот сейчас песку наубрал. Думайте, мне это легко делается. В общем, сердце кровью обливается. Ну, знаешь, что надо. Есть такое понятие, да. Надо, Вася, надо. В общем. То есть, или Федя там. В общем, поэтому вот это, да. Ну, по поводу вот этих, в общем, комментарий, которые пишет. Друзья мои, если вы не уважаете, в первую очередь, себя и других, ну, я уважать не буду. У меня есть другой выход. Нажимаю на три кнопочки и отправляю на три буквы, посылаю. Ну, ищите себя там, там, жалуйтесь, там, говорите, Гагик нас забанил, заблокировал, там, то, другое. Да мне по барабану. В общем, ведите себя правильно, не заблокировал. Тысячами людей смотрят, нормально общаются. Ну, почему я их не заблокирую? Потому что люди себя ведут достойно, там. Вы думаете, что они там, вот просто посмотрите ролики, да, там. Ну, сто, двести, триста человек, может, там, классов поставить. Ну, а смотрит-то там до десятки тысяч, да, ходит каждый ролик. В общем, люди смотрят, для себя что-то делают. Кто-то даже класс не ставит, сам позвонит. Брат, как, спасибо, что ты этот ролик скинул, вот, прямо там, вовремя. Понимаете, это жизнь, надо научиться правильно жить. В общем, ну, этих пусть не обижаются, я просто заблокирую дело с концом. Я понимаю, что эти там, как соцсети требуют огромные комментарии. Чем больше комментарий, тем больше просмотров, тем больше раскрутка. Друзья мои, ну, я еще раз повторяю. Мне это не интересно. Понимаете, я не стараюсь, не стремлюсь к тому, что там мне посмотрел 100 миллионов людей. В общем, я стремлю это, стараюсь к тому, что из тех ребят, которые посмотрели, что среди них нашелся хотя бы там 10, 20, 30, 40, 50 человек, которые завели голубей и которые занимались так же жестко, как я занимаюсь. То есть, ну, чтобы эта птица сохранила, чтобы она не пропала. Потому что, что творится с этой птицей, ну, это превратилось сплошь бизнесом. Соревнование, это чисто выставка. В общем, то есть, как проводится соревнование. Не голубей поднимает небо, а приносит и там смотрит, какое у него перо, какое у него крыло, какой у него клюв, какой у него глаза, какой хвост, какие лохмы, какие то, другое. То есть, чисто внешний вид, как проституток выбирают. Но, друзья мои, это не декоративная птица, это летнобойная птица. Другие летные птицы, спортивные. Я понимаю, что там были якобина, там павлина, то, другие, да, там чисто декорация. Посмотрели на внешний вид. Ну да, но птица и так не летит, ничего не показывает, но хоть должна быть красивая. Но у этой птицы превосходство совершенно в другом. У летной птицы красивый полет. У бойной птицы и полет, и плюс еще красивый бой. В общем, у игровой полет и красивая игра там. У спортивной птицы хорошие расстояния, быстрый скорость, на коротких расстояниях он должен быстрый скорость развивать. Вот для чего вот это, да, вот к чему я стремлюсь, в общем. Мне ребята поначалу говорили, те которые вот в этих ютубах, зачем ты их блокируешь там. Это твой хлеб, в общем. Ну я объяснил, я говорю, друзья мои, это не мой хлеб. Я не хочу свой хлеб в интернете заработать. Я свой хлеб по-другому умею зарабатывать. Потому что голубеводство, ну голуби, это такой мизер моей жизни. В общем, у меня еще целая жизнь. Ну просто мизер. Это вот одно из моих хобби. Точно так же я могу и про рыбалку, и про охоту, и про другую, и про строительство, и про математику, и про физику. То есть много, много чего я могу это, да, там. Ну слава богу, там, Бог мимо не проходил возле меня. Чем-то наградил меня. Ну что, какими-то там талантами, да, там, в общем. То есть много, те же самые скульптуры видели я, когда там ролики снимал, там, у меня вот их там. Зачем мне там кого-то что-то слышать, там, ролики снимать, выкладывать. Да я могу одну скульптуру делать, там, десять раз больше заработать, чем на этом ютубе, друзья мои. В общем, жить на что, мне есть, там. В общем, там один балбес тоже тогда мне в личку писал, говорит, там, сидишь на шее с женой. Да баран, откуда ты знаешь, на какой шее я сижу, кто на чешее сидит, короче. Ну, вот, в общем. Ну, я еще раз говорю, сторона требует героев. Не скажу, что в долбаю богу. Поэтому, дорогие мои, в общем, надо, надо в первую очередь себя уважать. В общем, потом остальное. В общем, да, кстати, вот за этот, за вчера, за сегодня, там, может, человек сто есть. У меня было там больше пяти тысяч, потом стало четыре девятьсот там. Ну, человек сто я заблокировал. Если вдруг откройте, не получится, будете через другую, там, страничку или канал смотреть мои ролики. Друзья мои, вы просто забанены. Просто вас послали, в общем. Есть проблема, доехайте ко мне. С удовольствием жду. Кстати, некоторые из них были даже у меня во дворе. Которые попали в этот блок. Были там. Ну, не буду так мелочиться, грубо там. Один с Волгограда был, там, приехал, я ему показал. Я говорю, пальцы покажи, кого ловить. Штук пятьдесят поймал вместе с ним, выехал, выпустил. Потом там эти разговоры идут. Глаза бегают, скользкие. Я его там звонил. Я говорю, слушай, дорогой, ну а что ты так молчишь-то? Ты же своими глазами видишь. Ну, это такая порода людей. Другой тоже там номер попросил. Я говорю, ну как может голубь уйти от хищника? Я говорю, приедешь, я тебя покажу. Ну, Вадим, прекрасный день позвонил. Я вот в Волгограде заед, приехал сюда. Ролик этот, да, там, голубей поднял. Своими глазами все увидел. Ну, потом разговаривали, сидели за столом. Оказался, он знает моего друга с Кизляра. Я говорю, ладно, тоже с этого, из Северного, из Осетии, по-моему. В общем, я говорю, донесешь до человеку пару голубей. Да, говорит, довезу без проблем. Я говорю, на вот эту пару моего друга. Вот эту пару ради него за то, что ты доставишь тебе. Вы думаете, эта птица дошла до места? Потом звонит мне, говорит, я их вывозил, выпускал, они пропали. Ну, за голубей просто не стал ругаться. И тот человек, кто это, да, Витек, там тоже, он говорит, что? Я говорю, да ладно там, что за перо будем ругаться там, кого-то это, да. После этого звонит, говорит, я вот еду там, буду в Волгограде, заеду к тебе. Я говорю, слышь, дорогой, а нахрен ты вообще здесь нужен такой, что дела? В общем, ты уже один раз себя вел непорядочно. Второго шанса у тебя не будет. Ну, как я выпустил там это, да, там, выехал, выпустил этот. Хотя к нему, Витек, я отправил человека, приехали, машина во дворе стоит. В общем, машина во дворе стоит, там, короче, этот, да. В общем, телефон взял, постучались, телефон взял, меня дома нету. А тут так трудно с моими кольцами, моих голубей выбирать и отдать человека, в общем. Ну, есть такие люди, ну, будут они, этот, говорит, ну, они ж пропали. Я говорю, понимаешь, ну, вот я отдал тебе деньги передать Васю, ну, по дороге тебя разбомбили. Ты что будешь делать? Ты должен эти деньги отдать Васю, откуда хочешь, найди, отдай. Вот так поступают порядочные люди, но ты непорядочный. И дверь эта для тебя закрыта, не совсем. В общем, ну, вот как вы думаете, вот такие ребята могут что-нибудь хорошее обо мне сказать? Ну, в первую очередь, да, они могут признаться, что они сами не хорошие люди? Да нет, конечно, они будут там других ходить. И вот на кого мы обращаем внимание? Нужен это все? Нет, конечно. В общем, ладно, там друг позвонил, на этом закончил. В общем, удачи всем. Удачи всем, друзья мои. Удачи всем, друзья мои. Редактор субтитров А.Семкин